Почти две тысячи некоммерческих организаций зарегистрировано в нашей области. Более 800 из них в Белгороде, а 211 со староскольской пропиской. Одни помогают инвалидам-колясочникам, другие – особенным детям. Третьи поддерживают бойцов спецоперации. Кто-то опекает одиноких мам или заботится о гематологических больных. Выбираем курс вместе. Под таким девизом сегодня в ЦМИ состоялся форум староскольских НКО. Известный в Осколе благотворительный фонд рукопомощи шефствует над сотней неизлечимо больных детей. Одна из последних акций – подарки, которые можно положить для таких ребятишек под елку. Любой человек может прийти и положить по списку желательно, который предоставляется нами, любую помощь, начиная от каш, от смеси, заканчивая памперсами, игрушками. Это полностью собирается в Воронежский детский хоспис, в палеоативное отделение. Оскольчане очень охотно откликнулись на нашу акцию. Охотно люди несут подарки. Больше 100 человек в любом случае поучаствовали уже в этих акциях. Николай Матюхин – папа пятерых детей, а еще предприниматель и общественник. Основатель лавандовой фермы уверен – многодетные – двигатель прогресса. Это, наверное, как раз то, что дает силы, это как раз то, что питает. Общественная работа – это как раз выход той энергии, которую мы можем позитивно реализовать, реализоваться сами и помочь другим. Там внизу вы видели рыцарей. Сейчас совместно реализуется с ними грантовый конкурс, называется «Рыцарь гармонии». Это когда дети из многодетных семей занимаются историческим фехтованием, а в это время их родители либо общаются с семейным психологом, либо проходят какой-то там ресурсный семинар, или могут просто отдыхать, заниматься йогой. Сегодня в ЦМИ представители староскольских некоммерческих организаций собрал форум. За год НКО получили 43 гранта и субсидии. В общей сумме – 30 миллионов рублей. Благодаря грантам у нас есть и лошадки, у нас есть и социальные автобусы, у нас есть грузовые автомобили, благодаря которым мы можем делать сами пандусы. Движение НКО в регионе набирает обороты. Особенно мощный рывок случился после 24 февраля. Тысячи волонтёров объединились для помощи фронту и семьям бойцов. В этом году Белгородская область в рейтинге развития некоммерческого сектора с 32-го места вырвалась сразу на 9-е. Теперь только первое место. Я не знаю. Бороться придётся с Москвой. В Москве я сказала, держитесь. Надеюсь, что вы меня поддержите, и мы будем бороться за первое место. Естественно, мы все понимаем, что в один год, да даже в пятилетку, все проблемы, конечно, не решить. И это очень важно – выходить к жителям и рассказывать, как мы будем дальше работать. Как работать и каким курсом идти обсуждали не только на сцене, но и в неформальной обстановке. У кого-то родились новые идеи, а у кого-то и взаимовыгодные союзы. Лариса Ульяненко, Евгения Левошко, Михаил Локтионов, 9 канал.